Всем привет! Некоторое время назад я в своем аккаунте Instagram сделал такой прикольный пост про разные ударения. Ну так, for fun. Чисто прикалываться, сказать о том, что иногда все-таки люди говорят не совсем правильно, как хотелось бы. И вот тут меня поразило одно сообщение, один комментарий, который оставили внизу этого поста. Позвольте, я процитирую. Что значит правильно? Скорее как принято среди узкого круга лингвистов. Россия огромная страна и всех под одну гребенку не получится расчесать. Эти нормы кем-то придуманы, не более. Сегодня торты в моде, а завтра торты. Ведь с логической точки зрения никто не объяснит, почему на тот или иной слог правильней. И вот тут я подумал, интересно, если вы здесь не видите правил, не видите логики, значит все-таки время грамматейки не ушло. И я решил возродить грамматейку. Модно это или не модно, не знаю. Для меня модно говорить правильно, для меня модно говорить красиво. Старо модно, скорее всего. Но, так или иначе, я считаю, что если ты говоришь на русском языке, если ты говоришь во всеуслышании, то неси эту культуру. По ним понятное дело, что язык, это живой организм, он периодически меняется. Но меняется под чем? Меняется под давлением людей, которые осознанно, которые прям так с усилием не хотят соблюдать правила. Но правила мы будем соблюдать. Я сегодня хочу показать вам несколько слов, а если быть более точным, восемь слов, род которых вас удивит. Начнем со всеми известного слова туфли. В единственном числе правильно говорить туфля. Туфля, не туфля, с ударением на первый слог. А в родительном падеже множественного числа без туфель. Обращаем внимание. У. Далее. Тапки. Нет, вовсе не тапок, как вам может показаться. Правильно. Тапка. Одна. Тапка. Это слово женского рода. Дальше. Рельсы. Это слово мужского рода. Не одна рельса. Это один рельс. Один рельс. Такой несгибаемый. В родительном падеже множественного числа допустимы два варианта. Нет рельс и нет рельсов. Нет рельс, рельсов. Далее. Кроссовки. Раньше правильный вариант, наверное, тоже воспринимал как ошибку. Это слово женского рода. Кроссовка. Не кроссовок, а кроссовка. Одна. Одна. Красотка, кроссовка. Красотка, кроссовка. Чтобы было проще вам запомнить. Далее. Бакенбарды. Вот эти штуки, которые раньше носили. Кто-то до сих пор отращивает. Вот. Бакенбарды. В единственном числе. Вариант. Бакенбарда. Некоторые словари также признают равноправным и вариант бакенбард. Но правильно все-таки бакенбарда. В родительном падеже множественного числа допустимы два варианта. Без бакенбард и без бакенбардов. Едем дальше. Кеды. Ну, давайте подумаем, какого же рода в единственном числе. Кеда. Как кроссовка. Нет. Кед. Один кед. Это мужской род. В родительном падеже множественного числа также допустимы два варианта. Нет кедов и нет кед. Но это кед. Один. Мужской род. Далее. Гетерый. Давайте попытаемся угадать, какого же рода это слово. Гетер. Гетера. Женского рода. И здесь в родительном падеже множественного числа правильным считается только один вариант. Без гетер. Без гетер. Без гетер. Это какое-то нерусское слово. Без гетер. Окей. Ну и последнее на сегодня слово. Граффити. Да, многие даже думают, что правильно граффити. Нет граффити. Правильного ударения граффити. Здесь мы как раз к ударению тоже относимся. У этого слова вообще нет единственного числа. Абсолютно. Как у слов сани, грабли, ножницы и бигуди. У них нет среднего рода. Получается, красивые граффити. Ваши граффити. Еще раз обратите внимание на ударение. На этом все. Да пребудет с вами сила голоса.